ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области велосипедисты стали чаще попадать под колеса автомобилей. В этом году, по данным ГИБДД, произошло почти два десятка таких аварий. Каждый третий пострадавший – ребенок. Один несовершеннолетний погиб. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям велосипедов соблюдать ПДД, в том числе переходить дорогу, а не переезжать. Автомобилисты, в свою очередь, должны быть особенно внимательны во дворах и на выезде из них. ТРАССА 101 В ГИБДД поддержали идею снижения максимально допустимой скорости движения транспорта в городах до 30 км в час. Речь идет не обо всех улицах, а о некоторых, где традиционно наблюдается большой поток пешеходов. Госавтоинспекция пропагандирует простое правило – ниже скорость, меньше смертность. Однако, подчеркивают в ведомстве, решение о снижении скоростного режима должны принимать не полицейские, а местные власти. ТРАССА 101 Как и следовало ожидать, очередной законопроект об отмене транспортного налога российские власти отвергли. Обоснование такое же, как и год, и два, и три, и пять, и более лет назад. Транспортный налог – важная составляющая региональных бюджетов. Компенсировать его из федеральной казны представляется невозможным. Так что заявление о том, что транспортный налог надо упразднять, которое мы будем слышать в ближайшие месяцы, является всего лишь предвыборным трепом. ТРАССА 101 Понаблюдаешь за транспортным потоком, и создается ощущение, что автомобилей с правым рулем стало меньше. А нет. Официальная статистика говорит о том, что за последние пять лет число праворулик в России увеличилось на 300 с лишним тысяч. Почти 90% из них приобретаются на Дальнем Востоке. Кстати, попадать в аварии такие машины стали реже. Добавлю, ранее неоднократно звучало предложение запретить в целях безопасности в нашей стране эксплуатацию авто, в том числе легковых, с правым расположением руля. ТРАССА 101 Компания Джили озвучила очередную порцию информации о новом кроссовере Atlas Pro, продажи которого в России стартуют в ближайшее время. Автомобиль получит так называемую систему мягкого гибрида. Это означает присутствие 48-вольтовой бортовой электросети, которая обеспечивает дополнительный крутящий момент, что позволяет экономить топливо до 15%. А мотор будет бензиновый, полуторалитровый, 170-сильный, привод полный. Стоимость новинки пока неизвестна. Кроссовер Джили Atlas стоит сейчас минимум 1 миллион 395 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания.